Всем привет, с вами Иной. Наконец-то я нашел время, чтобы допройти сюжетную линию Path of Fire. Хочу немного поделиться с вами своими соображениями на этот счет. Говоря о новом дополнении, я не могу не сравнивать его с предыдущим. Если бы не было Heart of Thorns, то возможно этот подкаст получился другим, но, как говорится, история не терпится слагательных наклонений, а потому аналогии неизбежны. Когда я впервые увидел трейлер сюжета Path of Fire, то он вызвал у меня противоречивые ощущения. С одной стороны, нам давали элитные специализации, новые виды оружия и маунтов. Сейчас в каждой уважающей себя игре есть маунты. А с другой рассказывали о Бальтазаре и какой-то пустыне. Ну, для меня, разумеется, не какой-то, но вот для нового зрителя она ничего не значила. Сюжетец мне показался весьма тривиальным. Да и само слово «сюжетец» намекает о несерьезности происходящего. Имя Бальтазар есть в куче всяких рассказов, играх, фильмах, мультфильмах. То есть это некий шаблон. Да, звучит очень пафосно «Бальтазар», но на этом как бы и все. Ну и, конечно же, там, где Бальтазар, всегда будет огонь. Это просто must-have символика данного персонажа. Но давайте отойдем от нашего антигероя и посмотрим на другую сторону. Королевство Элоны. Сама идея воскресить его из прошлого мне очень понравилась, поскольку это позволило бы сделать много отсылок к основам игры. Но здесь есть одно «но». Если человек не знаком с основной версией игры, или даже ее первой частью, то для него это просто красивые слова. Он не испытает первобытного оргазма, лишь сильнее запутается в лоре. Да и основная версия игры не сильно проливает свет на королевство. Мы лишь знаем, что Орден Шепчущих имел доступ к данной территории, но всю информацию о ней хранил втайне. И вот выходит новая глава. Королевство всплывает из прошлого. Поначалу я скептически отнесся к Элоне. Поскольку это пустынное государство, но потом подумал, ну, раз Анет делает пустыню, то будет много голых локаций, а значит, они экономят ресурсы для каких-то интересных событий. Но нет, скептицизм мой был не напрасен. Чего-то реально интересного, взрывающего мозг, я не увидел. Ну да, есть прикольный ивент, где надо нестись группой за Скорпионом, чтобы зарканить его. Есть какой-то здоровый басятин из Легиона Форджет, раздающий всем по щам и призывающий тварей поменьше. Но больше я ни на что не наткнулся. Одна из причин, по которой я не люблю пустынные биомы в играх, это их наполнение. Такое чувство, что когда разработчику лень что-то делать, или он хочет сделать это поскорее, то он резко вводит в игру пустыню. Сложно вспомнить хоть одну игру, где была бы интересная пустыня. Конечно, вы можете мне возразить, мол, а где-то в реальной пустыне видел наполнение. Согласен. Но это игровой мир. И игрок проведет в нем не один десяток часов. Несмотря на то, что продажи игры выросли в третьем квартале этого года на 49%, я вижу сильное разочарование в контенте. Очень много игроков ушло. И ушло по-английски. Молча, красиво, показательно. А теперь я хочу воскресить нашего Бальтазара, человеческого бога войны и огня. Давайте с вами представим такой треугольник. Война, огонь, пустыня. Это те ассоциации, которые возникли у меня при сочетании слов Бальтазар и Илона. Они как-то не приживаются у меня в голове. Сложно представить горящий песок или ожесточенную войну в пустыне. Сам климат не располагает к войнам. Нет, безусловно, они были в человеческой истории не одна, но мы говорим о вере в происходящее на экране. Огонь, песок, война. Я не могу это связать воедино. На дебютном трейлере дополнение мы видим Бальтазара, охваченного огнем. А на горизонте пылает красного Марьева со всполохами молний. Окей, с молниями все понятно, это спойлер Кралкаторика. Но пустыня, чему там гореть? В общем, это полная логическая фиаско. Также у меня претензии к главному антигерою. Ну почему Бальтазар? Да, он бог войны, и что? О, бог войны, Бальтазар, да это уже все было. Осталось только прикрепить к нему Диабло и сделать обоим логово в глубине бесконечного океана. Не, ну а что, бог огня живет под водой, норм. В общем, от сюжета попахивает какой-то шаблонностью. А потом, у людей есть шесть богов. Почему Бальтазар? Давайте прикинем, что Кормер, богиня правды, задолбалась сидеть в своем храме и слушать человеческую ложь. Создала дракона, которая, пролетая над поселениями и людьми, заставляет их говорить друг другу правду. Началась война, интриги, расчлененка, в общем, все как вы любите. Но тут пришел Бальтазар и вступился за весь человеческий род, сказав Кормер, что только он бог войны и ему решать, кто будет воевать, когда и в каком количестве. Достал свой меч и надавал ей по маске. Вот ведь потеха бы была. Есть где поржать и что почитать, когда тебе выдают квесты. Типа, приветствую, чужестранец, тебе здесь официально не рады. И даже мое приветствие, никакое не приветствие. А пошел-ка ты нахуй отсюда. Денег нет, заданий не дадим, живи на что можешь. Согласитесь, что после таких слов у каждого героя появится желание хорошенько разбежаться на Рапторе и дать с хвоста обидчикам. А вот вам и зародыши войны. Теперь поговорим о самой цепочке основных событий. Поначалу это банальные бла-бла-бла. Новый город, ничего интересного. Первым ярким событием становится борьба Дракона Власта с Бальтазаром. Во-первых, у меня еще не возникло никакой эмоциональной привязки к сюжету, когда это случилось. Соответственно, горечи сожаления от гибели Власта я не испытал. Во-вторых, тот, кто не знает, кто такой Власт, вообще срать хотел на него, что там происходит. В-третьих, когда вас заставляет мотаться по всей локации, мотивируя это сбором осколков Дракона, то вы понимаете, что сюжет как бы притянут за уши. То есть сидят такие ванеты и говорят, «Ребят, мы сделали слишком большую карту. Как бы нам заставить игрока взаимодействовать с ней?» И тут «О, а давайте взорвем Власта на 50 осколков и пусть они мотаются, собирая их. Ахахахаха». А другой точно. Между ними, раскидаем 35 точек интереса, будет над чем поржать потом. Лично моей мотивацией к прохождению сюжета стали маунты. Никакие бальтазары, драконы, ивенты. Только конкретная цель. Почему? Потому что сценарий не наделил меня достаточным стимулом для прохождения сюжетной линии. Теперь я бы хотел вспомнить этот эпизод в «Ночной пустыне», где вам необходимо собрать детали волшебного колеса, чтобы попасть к богине Кормер. Этот момент мне честно понравился. Выглядит атмосферно, завораживает и дает надежду на то, что будущие главы не так печальны. Сам храм шести богов тоже выполнен на должном уровне. Здесь разработчики молодцы и подошли к дизайну со всей ответственности. Также я бы хотел поговорить о лече Палава Джоку, который еще сыграет свою роль в следующих эпизодах истории. Я в этом абсолютно уверен. Я ждал от него чего-то большего. Во-первых, мне не очень понравился его дизайн. Некоторые приспешники короля выглядят гораздо интереснее, чем он сам. Во-вторых, его голос и манера поведения тоже не отличаются от королей простых смертных. Где злобный смех, где хитрость, присущая любой нежити. Он должен был ржать, как скелет из фильма «Байки и склепа». Обожаю, когда все горит. Даже личий в третьих героях выглядит приличнее и интереснее, чем Палава Джоку. В общем, тема нежити не раскрыта. Далее нашего героя убивает Бальтазар, и мы попадаем в царство мертвых. Скажу прямо, мне оно не понравилось. Даже играя за Норнов и попадая в туманы по основной сюжетной линии, я понимаю, что они выглядят гораздо лучше, чем это царство. Идея с поиском своего имени мне показалась достаточно интересной, но вот способа найти его нет. Это опять-таки шаблонный мотив. Вы бежите, как идиот от героя к герою, а они вам кричат что-то в стиле «Не забывай свою мать! Вспомни, как мы вместе бухали в подъезде! Передавай привет Кейт и скажи, что она не увидит меня на Рождество!» Вот это насильное желание загнать игрока в сожаление вызывает только смех. Я промолчу о том, что кто купил игру именно с этим дополнением, и вообще понятия не имеет, кто эти люди, чего они хотят. Эл, логика, где она? Следующий эпизод, который мне понравился, это сражение нежитискованным легионом. Форджет они же. Сделали прикольно. Вы собираете лучших военачальников по лаву Джоку, а после вступаете в бой с армией Бальтазара. Здесь, как кто-то вспоминает меня в комментариях, у Михаила Юрьевича Лермонтова, смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий в один протяжный войс слились. Сделано динамично. Интересно. А тем более, что вам на момент сражения дают меч Ревенанта Ритлка. В конце сюжетной линии мы сражаемся с одним из механизмов армии Бальтазара. Ну а потом и с ним самим. Сражение выполнено неплохо. Не фонтан, конечно, но неплохо. Единственное, что мне не понравилось, так это сама смерть Бальтазара. Она показалась мне чересчур быстрой, что ли, и неестественной. То есть бой не был таким эффективным, как с тем же Мордремотом, где можно прочувствовать глобальность происходящего. Отсюда и неверие в его конец. А вот то, что произошло после этого, меня вдохновило. Появление крылка Торика, захват Аурин. Эту темку можно неплохо раскрутить в будущем. Чтобы вы не думали о том, что я типичный хейтер, расскажу о том, что мне реально понравилось в последнем дополнении. Я аплодирую детализации, которую проявила Аннет при создании восточной архитектуры. Каждый кирпичик, каждый элемент мозаики или ковки выполнен с большой точностью. В этот раз они подошли к окружающей архитектуре со всей серьезностью. Опять-таки цвета. Очень красиво подобраны цвета и из самых храма напоминает Индию или Марокко. Я так понял, что именно эти страны стали вдохновителями Аннет при разработке Королевства Илоны. В игре мы встретили немало джинов. Мне очень нравятся эти мифические существа и встретить их в миру было довольно приятно. Разработчики показали нам некий быт этой расы, когда мы встретились с ними в храме, где получали шакала. На загадки джинов приходилось отвечать, чтобы получать очки мастерства. Но мне кажется, что их уклад и бытность в пустыне совсем не прописаны в глобальном сюжете. Хотелось бы видеть их реальное участие в развитии сценария. Ведь это раса, обладающая нехилыми магическими способностями. Надеюсь, что в будущем сезоне живой истории джины как-то себя проявят. Сама идея маунтов и их реализация меня тоже впечатлили. Особенно секретный маунт, до которого я еще не добрался. Я думаю, что грифон был приятным открытием для многих игроков. Все маунты хорошо продуманы, начиная от звуков, которые они издают, и заканчивая строением их тела. У раптора мощные ноги, чтобы перепрыгивать на большие расстояния. У скиммера есть воздушные карманы, через которые он пропускает воздух для парения. У спрингера большие ступни и сильный хвост, чтобы отталкиваться от поверхности. То есть здесь все по высшему уровню, и придраться не к чему. Дополнение стоит покупать только из-за возможности попрыгать там, где раньше такой возможности не было. Не обошлось и без юмора. Впервые блуждая по Амнуну, я случайно наткнулся на сцену, где за прилавком стоит нежить, а маленькая Асура спрашивает у него о том, что значит быть нежитью. А Замбак в ответ ей говорит только одно слово. Покупать! Она не останавливается, хотя по разговору видно, что она его очень боится. Но природное любопытство этой маленькой расы становится выше страха. Вот такие мелкие детали очень сильно влияют на ощущения от мира. Буквально один небольшой диалог расставляет по местам акценты и дает некое представление о том, как живут народы в Илоне. Хоть мне не понравилось, как прописан по лаву Джоку, но его пробужденная армия и все, что с ней связано, выглядит весьма неплохо. Разработчики показали нам целый процесс, или, правильно сказать, ритуал, который проходит человеку от момента смерти и до пробуждения. Есть ивенты, в которых необходимо сопроводить саркофаг, или научить пробудившегося выполнять приказы. То есть, когда ты соприкасаешься с нежитью, то чувствуешь, что у них там свой особый мирок, в котором есть свои проблемы и правила. Да и вообще, когда мы встречаем в играх какую-то нежить, то не ждем от нее помощи, уж тем более общения. А здесь сценаристы создали интересный мир, в котором люди живут вместе с нежитью, ругаются, с ней воюют, но понимают, что на полставки это свои ребята. Подводя итоги всего сказанного, я хочу сказать, что в целом это обновление мне не понравилось. Оно неплохо бы смотрелось во времена Heart of Thorns, но с позиции сегодняшних дней в нем много сумбурности. Основная сюжетная линия почти не дала мне никаких переживаний, а только тонны текста. Тонны и тонны текста. Большую часть времени герой болтает о всякой херне, которую можно было бы вообще опустить, потому что она не несет никакой сценарной значимости. Пустыня, Бальтазар и Палава Джоку. Ну, не знаю, я не вижу здесь логики. Возможно, она появится в живой истории. Что касается специализации, то я не буду рассуждать о них, потому что здесь дело вкуса. Кому-то они понравились, кому-то нет, но в каждом обновлении чувствуется любовь арены нет к Некромантам. Это просто долбанная имба. При всем том, что я сам большую часть времени играл за Некроманта. Но в PvP это просто ту матч. Просто ту матч. Ребят, возможно, я что-то упустил в своих рассуждениях, так что жду ваши в комментариях. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И помните, что все, что я сказал, это исключительно мое личное мнение. Начинать игру с этого обновления или нет, решать только вам. С вами был Иной. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!